Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Если вы вдруг ещё не подписались, то вперёд. И буквально на днях произошло событие, которое почему-то в русскоязычном интернете прошло мало замеченным. Конечно, ведь 4Х стратегии от знаменитых геймдизайнеров анонсируются и выходят так часто, что можно их пропускать. В общем, Сорен Джонсон, создатель, геймдизайнер 4-й Цивы, наконец-то показал свой проект под названием Old World и сообщил, что он выйдет в раннем доступе летом. К сожалению, это эксклюзив Epic Games Store, то есть купить его можно только там. Сейчас, по-моему, предзаказ продаётся за 900 рублей. Но в целом анонс очень и очень интересный, и это значит, что 2020-й будет только годом коронавируса, но и как минимум двух великолепных глобальных стратегий. Уже не раз мной упомянутый Humankind должен выйти в 2020-м. И вот проект от ведущего геймдизайнера, я бы сказал, от создателя 4-й цивилизации. А по моему мнению, именно стратегический, именно как стратегий, если не брать в внимание тактику, бои и прочее, 4-я цива из всех самое интересное. Итак, что же из себя представляет игра Old World? Ну, во-первых, хочу отметить, что на самом деле проект не совсем сейчас анонсирован. До 14 апреля он лично для меня был известен как Ten Crowns, то бишь 10 корон, наверное, это можно было перевести. Но, как Сорен Джонсон сам сказал, одна из концепций, что в игре будет 10 династий, не удалось реализовать. Там с какими-то трудностями в механиках они столкнулись, поэтому переименовали проект вот в Старый мир, Old World, и уже показали трейлер, кое-какой геймплей и скриншоты. Их я, собственно, и буду демонстрировать в этом видео. В чем прикол конкретно этой игры? Конечно, выглядит она очень похожа на Цивилизацию, причем на последние, пятую или шестую. То есть тут тайлы, а не квадраты, тут один юнит на тайл, а не stack of doom, то бишь куча-куча юнитов на одном тайле. Но в целом игра будет сосредоточена на древнем мире и античности. Как я понял, изначально вы сможете выбрать из 8 цивилизаций, 7 из которых уже известны, это Осирия, Вавилон, Карфаген, Египет, Греция, Персия и Рим. И привести цивилизации, хотел сказать, к доминации в мире, но тут не совсем такая механика будет. Привести к победе. Вроде как у каждой цивилизации будет каких-то 10 стремлений. Я не очень понял, они отличаются от игры к игре или всегда одни и те же. Но вот выполнив эти 10 стремлений по очереди, вы победите. А реиграбельность заключается в том, что вы не только руководите цивилизацией, но и создаете династию. Потому что каждый ход в игре это реальный один год. И когда ваш правитель составится, он умрет. И на его место придет его сын, наследник, не знаю, может и дочь тоже, возможно. Причем в отличие от, например, механики той же Европы Универсалис, где у вас рождается наследник и его характеристики вы изменить не можете. Своего наследника World World вы воспитываете, проводя через какие-то события и квесты. Кроме того, для вашей цивилизации тоже будут происходить какие-то события, которые изменяют нацию изнутри. Сейчас разработчики сказали, что в игре уже 1000 событий. Вроде как к релизу их будет 2400. Ну это, понятно, разбитые на все цивилизации. А раз 8 цивилизаций, 2400 разделить на 8. То есть каждой цивилизации по 300 различных событий. Не знаю, будет ли этого достаточно, поймем поиграв. То есть вот эта динамическая система событий по-хорошему и определяет каждую отдельную партию. Ну понятно, что будет заново генерироваться карта тоже. Ах да, уточнил. Цели победы будут называться амбициями. То есть вам надо 10 амбиций выполнить в течение игры. Возможно по одной амбиции на каждого правителя. Сложно мне пока говорить. И вы победите. Кроме амбиции и династии провидцелей, в игре есть еще одна интересная механика под названием приказы. То есть приказы каким-то образом накапливаются. И вы можете их потратить для того, чтобы что-либо ускорить. Самый простой пример это движение юнитов. Скаут бежит у вас на 3 клетки. Но вы можете использовать приказы, чтобы увеличить этот ход до предположим 5 клеток. Я себе представляю, как это будет работать на внезапных атаках. То есть вы думаете, что у соперника там какие-нибудь гоплиты или каплиты, которые двигаются все на 2 клетки. Но соперник, используя приказы, прибегает к вам за один ход под стены и захватывает ваш город. Также приказы используются и для ускорения построек, и для ускорения улучшений рабочими. Но вообще, в целом, игра очень похожа на 5-ю, 6-ю циву. Так что, я думаю, любителям этих стратегий влиться в World World будет легко. Причем, вроде как, игра будет понимать, во что вы любите в конкретно этой партии играть. То есть, если вы делаете упор на науку, то амбиции у вас будут появляться научные. Если на строительство, то, видимо, инженерные. А не так, что у вас один стиль игры в данной конкретной партии, а вам приходится себя ломать, потому что амбиция вот четко задана где-то там внутри механики игры. Интересно еще, что города вы не можете ставить где угодно. Будут заранее сгенерированные места. Ну, их как бы несколько вот в определенных клетках. Только там вы сможете поставить город. И при этом у города будет сразу определен размер клеток, на которые он может обрабатывать. А не как в Циве эти клетки постепенно захватывались в зависимости от культуры. Точно будут чудеса света, потому что я видел не вот в этом анонсе, а вообще построенные висячие сады. Видел наличие великих людей, как минимум генерала. Причем генерал присоединяется к юниту. В общем, вот эту игру я тоже, ребята, очень теперь жду. Сорен Джонсон еще не подводил. Ну, как минимум, последняя игра я тоже показывал на канале. Делал обзор это Off-World Trading Company. Не такая глобальная, конечно, но тоже по-своему интересная стратегия. Но столько всего интересного было внесено в серию игр Civilization в четвертой части, что я уверен, Сорен Джонсон за эти годы накопил у себя в голове интересных механик и создаст Old World на потеху всем нам. Единственное, наверное, что жалко, это вот это ограничение античностью. Хотелось бы, конечно, более долгих партий. Но посмотрим, как будет реализована эта система династии. Возможно, нам всем будет достаточно. В общем, ваши впечатления пишите в комментариях. Если я что-то упустил, добавляйте, пожалуйста. И еще раз повторю, удивлен, что русскоязычный интернет как-то вот мимо всего этого проходит, как будто, ну, подумаешь, типа, очередная глобальная стратегия, господи. Каждый месяц выходит сколько можно. Все, вы слышали Алексея Халецкого. Не забудьте лайк поставить, колокольчик нажать и поиграть в какую-нибудь умную игру. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.